Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все монеты. Уважаемые зрители, первые золотые монеты в Индии начали чеканить во время правления великих моголов. На севере и в центральной части страны для обмена сформировали денежную единицу номиналом 1 индийский мухар. В южной части при Фариде Шер Шахе, это мусульманский военачальник пуштунского происхождения, появилась одна индийская пагода. Изначально обе монеты обладали практически одинаковым весом 11 грамм. Но после реформы масса пагоды составила 3,37 грамма золота. Одну пагоду использовали в качестве валюты. При помощи монеты из драгоценного металла поддерживали внутреннюю и внешнюю торговлю. Экономика этого региона напрямую зависела от монетного обеспечения. В период с 1539 по 1545 год Индия представляла собой множество процветающих небольших царств, торгующих между собой и близлежащими государствами. Золотая монета небольшого номинала с одинаковой массой успешно заменила слитки и избавила от необходимости взвешивать драгоценный металл во время сделки. Несмотря на то, что мусульманская культура запрещала изображение живых существ, поверхность золотой монеты украшали не только арабской вязью или классическими символами. Связано это с тем, что на культуру южной территории Индии оказали влияние реформы Акбара Великого. Он осуществил одну из главных идей того периода. Создал централизованное государство со справедливым и равным отношением ко всем населяющим народам. При нем свободное вероисповедание всех религий и чеканка изображений на поверхности золотых монет стала доступной во всех регионах страны. Акбар Великий привлек к чеканке одну пагоду каллиграфов и создателей штампов. Эксперты полагают, что в период его правления было создано не менее 10 тысяч штампов. Но только небольшая часть была использована для производства монеты. В 1765 году выпуском денежных знаков на территории Индии занялись колонизаторы. Смена стандарта так и не произошла. Поскольку было решено оставить монеты из золота с прежним номиналом и прежним весом, в южной части страны для торгового обмена использовалась одна индийская пагода. А в центральной и северной использовали от 1 до 10 индийских рупий – мухры. Монеты чеканились вплоть до начала 20 века. С переходом на серебряный стандарт рупии полностью вытеснили пагоду. Монеты номиналом 1 пагода в регионах Индии перестали выпускать в разные годы. В 1809 году в Бомбее, 1815 год в Мадрассе, 1877 год в Траванкоре. Друзья, для справки, дольше всего одну пагоду из золота производили в городе Транкебар. Эта датская Ост-Индская компания превратила побережье этого региона в центр торговли и морихоз между Данией и Индией. На реверсе монеты чеканили портрет короля Кристиана VI, а на Аверсе – изображение богини Лакш. Один из хорошо сохранившихся экземпляров был продан в ноябре 2014 года за 20 тысяч долларов США. Существует три вида золотых монет однопагода, которые были разработаны иностранными колонизаторами. Первая и самая ценная – это пагода со звездой. Ее чеканили в Мадрассе в период с 1740 по 1804 год. Вес монеты составлял 3,44 грамма, диаметр 11,2 мм. На реверсе располагалась звезда, а вокруг нее зерна. На Аверсе – виша. Стоимость монеты на сегодняшний день составляет около 15 тысяч долларов. На 25% дешевле оценивает одну пагоду, выпущенную Порту Нова, навабами в поселении Акрон и голландцами Тутикурии. Меньше цена у пагоды французских колонизаторов. Одна индийская пагода отличается интересным и оригинальным дизайном. Первые образцы содержали изображения пагод – культового буддийского сооружения. На реверсе. Несколькими веками позже, при Акбаре Великом, на поверхности монеты начали чеканить изображения живых – тигра, кабана, льва, слона и рыб. Правитель всячески поддерживал развитие культуры и искусства на территории Индии, принадлежавшим Магору. Конец его правления считается пиком развития индийской культуры и искусства, в том числе касающегося производства монеты. До 17 века на одной пагоде из золота изображали индуистских божеств. Сирия особенно интересна коллекционерам, поскольку в Индии наблюдается изобилие божеств. А значит, имеется возможность создать достаточно большую и познавательную коллекцию. Самая распространенная монета этого периода – это пагода с отчеканенным вишней. Позже более популярными стали экземпляры с изображением индуистской богини Лакшми. Друзья, в период правления падишаха империи Бабуридов, Мухаммада Шаха, вместе с изображением начали чеканить имя правителя, год выпуска и наименование монетного двора. Особую известность получила золотая пагода Майсура. Ее относят к 100 самым дорогим и редким монетам мира. Первый экземпляр из драгоценного металла отчеканен в 1788 году в Мадрасе, город Серингапатам, при правителе султане Тип. Южная часть Индии известна тем, что на ее территории существовал особенный алфавит, собственный экземпляр золотой пагоды с арабской вязью, посвященной пророку Мухаммаду. Своей известность Майсур заслужил благодаря 40-летней войне против колонизаторов. Во многих индийских общинах хранились значительные запасы золота. Правительство и жители страны держали у себя монеты из драгоценных металлов, слитки и украшения. По этой причине Майсур был лакомым кусочком для колонизаторов. Но только с четвертой попытки им удалось закрепить свою власть на этой территории. Две первые войны были проиграны, а две последние привели к победе. Старинные монеты Индии, в том числе и монету Однопагода, выпускали для свободного обращения наравне с денежными единицами регулярного чека. По этой причине мало кто может определить даже примерно их количество. Даже после того, как монета была вытеснена рупией, ее производство продолжали в некоторых индийских княжествах. Известно, что первые тиражи составляли 1 миллион 64 тысячи экземпляров, а последние около 26 тысяч штук. Друзья, невысокая цена одной пагоды и большое разнообразие изображений делает монеты привлекательными для коллекционеров. Стоимость отдельных образцов определяет несколько очень важных факторов. Это степень сохранности, период чеканки, редкость, ну и конечно же спрос. И в завершение, друзья, стоимость редких образцов хорошего качества варьируется от 10 до 13 тысяч долларов. Если же качество невысокое или тираж был достаточно большим, цена не превышает 1000 долларов в США.